Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Пашкевич Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, как первая подкормка перцев после того, как мы их высадили на постоянное место жительства. Как обычно, я люблю все изъяснять тезисно, поэтому будем идти по пунктам. Первое, что необходимо учесть, это то, что нашим перцам необходимо время на адаптацию. Перец, как и любое растение, даже когда мы выращиваем его с закрытой корневой системой, все равно при выносе его на постоянное место жительства, при высаживании его в теплицу, в закрытый грунт, все равно корневая система испытывает микроповреждения. И поэтому перцу, как и любой рассаде, необходимо время на адаптацию, как я уже сказала, и в среднем это 7-10 дней. Поэтому обязательно учитывайте этот период и первую подкормку планируйте не ранее, чем через 10 дней, после того, как вы высадили перц в свою теплицу. Второе, на что следует обратить внимание, когда мы будем выбирать формулу питательных компонентов, в которой мы будем подкормить наши перцы, это то, в каком состоянии, в какой фазе развития находится наше растение. Эта весна, к сожалению, нас не баловала большим количеством тепла. У нас у всех рассада перестаивала на окнах, квартирах. И очень часто мы уже ее выносили на постоянное место жительства, когда она переходила в стадию генеративного развития, или формировала бутоны, или уже начинала засветать. И поэтому, когда такая рассада у нас сейчас находится в теплице, то однозначно для того, чтобы поддержать вот эту вот первую волну плодоношения, поддержать бутонозавязывающиеся цветки, нам необходимо сделать акцент на фосфорно-калийное удобрение. Но останавливаться только на одних фосфорных и калийных удобрениях мы не будем, поскольку нам необходимо нарастить и вегетативную, наземную часть, листестеблевую часть, которая станет залогом второй волны урожая перца, которую мы обычно снимаем к концу лета. Хорошим источником фосфора будут являться минеральные удобрения, простой и двойной суперфосфат, который мы будем сначала готовить в виде маточного раствора, то есть настаивать его на протяжении нескольких суток в литровой банке из расчета 20 грамм этого удобрения на 1 литр воды. Затем этот литр маточного раствора будем разбавлять в 10 литрах воды, и уже этим рабочим раствором будем проливать наш перец из расчета 1 стакан под каждое растение. Если вы приверженец более органических методов ведения огорода, то тогда необходимо вспомнить, что зола будет являться отличным источником и фосфора, и калия одновременно. Можно выполнять зольные растворы, и затем этими зольными растворами также проливать наше растение под корень. Что касается азота, то перец лучше отзывается на органические формы этого элемента, поэтому будем использовать или курник, или коровяк. Также будем готовить сначала концентрированный маточный раствор. 1 килограмм этого органического удобрения, например, курника, будем заливать 1 литром воды и наставить в течение суток. И затем готовить уже рабочую концентрацию данного удобрения из расчета 2 третьих части пол-литровой банки будем разводить в 10 литрах воды и снова будем проливать 1 стаканом под корень под каждое растение. Третье, на что мы обращаем внимание, это на микроэлементы, которые очень важны и нужны нашим перцам, потому что у вас наверняка, как и у нас, они ботанизируют и цветут. Вспоминаем, что основные микроэлементы, которые необходимы перцу именно в момент плодоношения, завязывания плодов, цветения, это марганец, магний, йод, молибден, цинк и обязательно вбор. Поэтому ищем, например, какое-нибудь гумасодержащее удобрение с набором микроэлементов или готовим самостоятельно маточный раствор микроэлементов, о котором мы, кстати, неоднократно говорили на канале про цветок, и это можно найти в более ранних видео. И обязательно при подкормке азотным фосфором и калием не забываем добавлять в смесь, которой мы кормим, растворы микроэлементов. Четвертая особенность при подкормке перцев, когда мы их уже перенесли на постоянное место жительства, это то, насколько интенсивно развиваются сами растения. Очень часто мы видим картинку, когда мы перенесли растения, они себя достаточно ущемленно чувствуют, стоят на одном месте, и это первый признак на то, что не развивается или слабо развивается корневая система. Поэтому если у вас такая картина, то обязательно предусмотрите внесение каких-нибудь корнестимулирующих препаратов. Например, будет хорошо для этого подходить янтарная кислота из расчета 2 грамма на 10 литров воды, и проливаем наше растение. Рекомендовать более конкретные корнеобразующие компоненты я не буду, потому что их на самом деле очень много, и все будет зависеть от того, какие доступны именно в вашем регионе. Но обязательно смотрите на свои растения, и они наверняка подскажут вам, что им действительно не хватает развития корневой системы. Пятая и заключительная особенность, которую хотелось бы сказать в этом видео, это то, что перец не любит кислых почв. Поэтому если у вас почва склонная к закислению, необходимо обязательно предусматривать их раскисление, добавление мела или доломитовой муки, просыпая вокруг стебля перца, или разбавляя эти компоненты в воде и проливая ими под корень. И не забывайте, что любая подкормка должна осуществляться не непосредственно под корень, то есть вот в область корневой шейки, а вокруг корневой системы. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!